Памятник труженикам завода Стелла Паларе будет дополнен стендом с именами лесозаводчан, павших в годы Великой Отечественной войны. Инициативу местных жителей поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в поселок Лесозавод. Подробности в материале Александры Литковой. В третье воскресенье сентября будет отмечаться День работника леса. Именно к этому дню Совет ветеранов Печорского лесозавода планирует установить стенд в память о павших в годы Великой Отечественной войны в лесозаводчанах. Здесь у нас список призванных с лесозавода. У нас, конечно, было много участников войны, которые были участниками войны, но были не призваны с завода. Они потом приехали после войны и у нас работали на заводе. А здесь именно тот, кто у нас ушел с завода, был призван 295 человек. Потом мы обратились также поставить еще вот такую стенд, где список предложили тех людей, кто награжден высокими правительственными наградами. Их у нас 22 человека. По словам Нины Романчук, сейчас Совет ветеранов работает с организацией, которая изготовит макет стенда. В свою очередь глава региона поручил городским властям проработать вопрос с профильным департаментом, чтобы данный проект был реализован в рамках субсидий, которые выделяют на благоустройство парка. А итоговый проект сквера обязательно согласовать с жителями поселка лесозавод. Есть проект, есть макет, есть уже все же осмеченное. Осталось запустить работу. Осталось вопрос ввязать этот памятник в ту субсидию, которая нам дается на лесозавод. Памятник работникам Печорского лесозавода был установлен почти три года назад в рамках участия компании «Лукоил» в социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Квер действительно стал украшением. Это благоустроенные дорожки, освещение, озеленение. И это подтверждают местные жители, которые нас там встречали. Поэтому я считаю, что средства направлены на благоустройство, они направлены правильно. И очень рад, что теперь есть такое место, где собираются и мамочки с колясками, и люди старшего возраста. В ходе рабочей поездки Юрий Бездудный проверил готовность к учебному году школы номер два. Учреждение полным ходом готовится принять школьников. Доставлено оборудование для спортзала, компьютерных классов и библиотеки. В этом году школа отметит юбилей – 115 лет. Однако в здании нет актового зала, и все мероприятия проходят в школьной столовой. Кабинетов также не хватает. Приходится использовать один из корпусов старой школы. Вот сделали этот типовой проект. Я так понимаю, сам не строитель, что это проект, рассчитанный для сельских населенных пунктов. Это здание из металлоконструкции находится. Изначально, когда его строили, уже было учеников в школе, там было 360-350 человек. Но вот раньше на входе висела табличка, сейчас ее сняли. Компания «Тоталь» там была одним из спонсоров. Школу построили на 185-190 человек. Соответственно, вот старый корпус, который за нами, вы, наверное, его сняли, там в репортаже увидите. Он деревянный, и его вынуждены использовать до сих пор. Также в ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности главы округа посетил здравпункт Ниньской окружной больницы. Здесь обслуживается порядка двух тысяч жителей. Треть из них – пожилые люди. В условиях эпидемии вы как с ними работаете? Они вам сейчас в основном звонят? Да, в основном звонят, и мы их обслуживаем в основном на дому. Мы уезжаем активно, чтобы сюда не приходили. Вы анализы на дистанцию берете или нет? Забор анализа. Забор анализа. Раза в неделю. Но вы взите в поликлинику? Мы возим в лабораторию. В лабораторию. Как местных жителей, так и персонал здравпункта волнуют два основных вопроса. Это сменяемость терапевта на период отпуска основного врача и качество дороги, которая ведет к зданию медицинского учреждения. Сделав здравпункт, мы не построили к нему ни дорогу, ни тротуар. То есть, если существует понятие – доступ на мобильный групп граждан. Это женщины с колясками, инвалидами, просто человек в возрасте, который может тяжело передвигаться, ходить. И так как там нет кругом дорог, нет тротуаров, все это весной превращается в вообще непонятно что. Чтобы пройти, нужно приблизительные обуви, обходить медицинское учреждение. Это неправильно. Глава региона поручил проработать все проблемные вопросы профильным ведомством и доложить о результатах на ближайшем расширенном оперативном совещании.